Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Тема сегодняшнего ролика – Алексей Николаевич Арестович. Украинский политик, разведчик, блогер, политический и военный обозреватель, колумнист интернет-СМИ, актер, организатор психологических семинаров и тренингов. 1 декабря 2020 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Алексей родился в августе 1975 года в военном городке в Кахетии, Грузии. В его жилах течет польская и белорусская кровь. Отец Николай Арестович был офицером советской армии, соответственно, частые переезды. Так Алексей попал в Украину. В Киеве он окончил школу номер 178 и в 1992 году поступил на биофак Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако уже через год понял, что это не его. Он увлекся актерским мастерством и поступил в театральную студию «Черный квадрат». Дебют артиста в кино состоялся в комедийном сериале «Дедушка моей мечты», где он сыграл милиционера. Далее последовала череда эпизодических и второстепенных ролей. Так Арестович отметился участием в сериале «Возвращение Мухтара 3», а также пополнил фильмографию многосерийными детективами «Дом фантом в приданное» и «Седьмое небо». Звездным часом в карьере артиста стала главная роль в комедии «Не бойся, я рядом». Режиссер Маргарита Майорова открыла новые грани актерской индивидуальности Арестовича. В фильме ему пришлось сменить пол. По сюжету его герой Игорь Смирнов переодевается в певицу Люсеньку Зайцеву. Зрители высоко оценили комедийный талант Арестовича, отметив, что ему удалось убедительно воплотить женщину на экране. Помимо съемок в кино, артист также примерил на себя роль психолога и телеведущего в шоу «Научите нас жить». Возможно, вдохновившись примером отца, Арестович поступил в Одесский институт сухопутных войск, где учился на военного переводчика. Получив диплом в 1999 году, он устроился в Вооруженные силы Украины кадровым офицером. Работал в Департаменте стратегических исследований Минобороны. После шести лет службы Алексей принял решение порвать с армейскими структурами из-за некомпетентности новых управленцев, оказавшихся на высоких должностях после Оранжевой революции. В 2005 году Алексей Арестович пошел по политической стезе, пополнив ряды партии «Братство». Карьера на новом поприще стремительно развивалась. Председатель Дмитрий Корчинский назначил его своим заместителем. А четыре года спустя соратники основали общественную инициативу «Долой всех», выступая за решение проблем малого и среднего бизнеса. Следующий карьерный скачок произошел, когда политик занял должность зампреда Приморской районной администрации Одесского городского совета. Но всего три месяца спустя он уволился. С 2014 года Алексей Арестович в качестве добровольца участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе и вел курсы «Народный резервист». В тот же период Арестович начал регулярно выступать в качестве эксперта на телевидении и радио, а также завел YouTube-канал и блог на Фейсбуке, где не стеснялся давать острые прогнозы по любым сферам общественной жизни. С 2018 по 2019 год Алексей Николаевич служил разведчиком в зоне так называемой «Операции объединенных сил» на Донбассе, недалеко от Краматорска. Большой военный и жизненный опыт позволил Арестовичу в 2020-м войти в состав делегации на переговорах по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, а также занять должность внештатного советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака по вопросам стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны. Личная жизнь Алексея Арестовича. О первой жене Алексей не распространяется. Известно, что от этого брака у него есть дочь Вероника. В 2015 году мужчина связал себя узами брака с Анастасией Грибановой. Жена не имеет отношения к политической сфере. Она работала директором по развитию в издательстве. Пара воспитывает общего сына Александра. Чиновник не прячет семью от посторонних глаз и иногда публикует совместные фото с близкими. В январе 2022 года в интервью украинскому четвертому каналу Арестович заявил, что уволился как из Офиса президента Украины, так и с позиции спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув, что ушел по личным причинам. Правда, оказалось, что в Офисе президента об этом увольнении узнали лишь из высказываний самого советника, а официального заявления он так и не подал. Однако с началом вооруженного конфликта в Украине 24 февраля 2022 года разногласия Арестовича с властями ушли на второй план. Он занял важное место в формировании национальной медийной повестки, регулярно выступает с текущими сводками по ситуации. Подписчики Арестовича утверждают, что его тихий и спокойный голос отлично успокаивает и вселяет надежду. Редактор субтитров А.Семкин